Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Кефесиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Здесь мы видим, что есть в первом стихе деление первой и второй главы, но апостол Павел продолжает эту мысль, и поэтому и вас, мертвых, по преступлениям и вашим грехам, нужно соединить с 23 стихом, тогда станет понятно, с 22, которое из тела Христова, церковь, полнота, наполняющаяся во всем, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего. То есть апостол Павел выше по контексту говорит, что он соединяет нас во Христе Иисусе. И соединение другого для того, чтобы попасть в Царствие Божие, в жизнь вечную, в благодатную жизнь вечную. Все попадут, конечно, в жизнь вечную, но одни попадут в жизнь вечную, где есть Христос, тот, кто соединился со Христом, а другие тоже попадут в жизнь вечную, там, где нет Христа. А где нет Христа, там есть пустота. А что такое пустота? Это ад. То есть без Бога все, в общем-то, пусто. Поэтому здесь апостол и предупреждает об этом и говорит, что вы некогда были мертвые, а теперь мертвые в чем? По какой причине человек становится мертвым? По грехам. А что значит мертвый? Мы говорим, как же мертвый? Если человек грешит, но он не мертвый, он ходит и скачет себе, пожалуйста, на дискотеке и где угодно. Какой же он мертвый? Вроде так, раз во щеки, жизнь радуется. Но мертвость в его душе. Когда мы помним, человек отпал от Бога, об этом рассказывается в книге «Битие» третьей главы, то тоже было сказано Господом, что если вы вкусите от древа познание добра и зла, то смертью умрете. Но мы помним, что Адам жил 930 лет. И многие критики, которые неблагоговейно читают Священное Писание, а так лишь бы покритиковать, такая есть целая каста людей, их можно назвать так между нами кретинами, они стараются во всем найти какой-либо подвох и смысл, чтобы мысль одна другая опровергала, то есть ищут во всем. Ну, тот, кто ищет, да, желающий найти, да, ищет и обрящет то, что он ищет. Поэтому там действительно говорится о том, что несмотря на то, что человек отпал от Бога, Адам жил 930 лет, но он действительно умер. Потому что есть, помните, смерть первая и смерть вторая. Смерть первая какая? Это отлучение души от тела. А смерть вторая, смерть первая, отлучение души от тела. Смерть вторая — это отрешение души от Бога. Поэтому отделение души от Бога, оно произошло тогда, когда человек приступил к заповеди Божию. И здесь образовалась мертвость. И начался то, что он сегодня называет медики, закон антропии. То есть человек, его тело, оно и весь мир, так как человек был венцом творения, оно начало разрушаться. В результате внутренней испорченности человека, как пишет кто-то из отцов, что во время грехопадения ум помрачился, чувства расстроились, а воля засвоевольничала. То есть получился полный раздрай внутреннего состояния. Поэтому апостол тут и говорит, что Бог призвал нас куда? В тело Христово, в церковь, когда мы были еще мертвы по преступлениям. И преступление, он говорит, и грехам вашим. То есть преступлением, преступником человек становится тогда, когда он грешит. Если мы посчитаем, сколько мы на день грешим, вот есть такое понятие, да, преступник. Вот в уголовном кодексе преступник, рецидивистом начинается человеком, который неоднократно совершает одни или те же или подобные преступления. Поэтому рецидив греховности человеческого поведения, а тем более внутреннего человеческого состояния, мы с ним и не расстаемся. Поэтому, по сути, мы рецидивисты, да, находящиеся в церкви Божией. И только оправдание, действительно, мы находим во Христе. Поэтому, когда мы с вами подходим к церковной чаше, к таинству, мы слышим о ставлении грехов и в жизнь вечную. Там только есть это исцеление. И апостол пишет, в которых вы некогда жили, то есть в этих грехах, по обычаю мира сего. То есть жили в грехах по обычаю, то есть и не задумывались. Что значит по обычаю? То, как сегодня говорят люди. Ну, слушай, а зачем ты, спрашиваешь человек, зачем ты так делаешь? Это же нет, да это не... Да воровать, да ты что, прекрати, это же ненормально. Да все так живут. Пить там, да все так живут. Любовницы, любовников, да все так живут. Вот здесь апостол выражает просто два века, два тысячелетия назад другими словами. В которых вы, некоторые жили, по обычаю, то есть по принципу, да все так живут. И далее говорит, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующий ныне в ценах противления. Почему? Вот святый Леонид Златоуст, кстати, задает этот вопрос, нашел вот интереснейшую цитату. Почему апостол называет дьявол князем века этого? И отвечает, потому что природа человеческая почти всецела предалась ему, и все служат ему добровольно и намеренно. Христу, хотя он обещает бесчисленные блага, никто не внимает. А ему, хотя он ничего подобного не обещает, а напротив, препровождает в гиену, повинуются все. То есть, святый Леонид Златоуст здесь удивляется этому. Христос, действительно, мы видели в первой главе, обещает все блага. То благо, которое не обещает никто. Он избавляет человеческий род и человеческое сознание, если хотите, а тот, кто обрел и мировоззрение от того, что человек, тебе не надо унывать и страшиться, когда ты умрешь, ты, если во Христе, то будешь со Христом, как он и пишет, посадил Христа в человеческом теле, одесную Бога Отца, в нашем преображенном человеческом естестве. Но у нас сегодня многие люди, да, они не то, что уже прям атеисты такие, и не верят в то, что после этой жизни нет жизни. И верят. Я даже в церковной среде встречал веру в то, что люди православные верят, что есть реинкарнация. Они верят, что если мы умрем, потом в следующей жизни мы будем там... Наша душа, она там где-то поболтается в пространстве. В том пространстве, куда она там, по их мнению, отойдет. А потом может вселиться в тело другого человека. И опять дальше жить. И так до бесконечности. Знаете, есть такой русский философ Бердяев. Эта идея, на самом деле, она глубоко оккультна. И почерпнуто из теософии Блаватской то, что... Ну, Блаватская, понятно, черпала из египетской мифологии, потом буддизма, индуизма. И Бердяев когда-то увлекался. И он даже ездил в Германию к последователю, кстати, этого учения, теософии оккультного учения, к ее последователю Рудольфу Штейнеру. И был на его лекциях. Но он разочаровался, когда услышал, говорит, ничего там я такого не услышал мудрого, только одни спецэффекты, ну, которыми тогда могли владеть. То есть интонация голоса повыше-пониже, взгляд, пауза, жесты. Говорит, это все влияние, эмоциональное влияние на толпу. Ну, Бердяев был человек все-таки начитанный и образованный. Он разочаровался в этом. А хотя, его, знаете, какая была мысль? Он хотел оккультизм препарировать на православной почве. То есть как-то этот ложный мистицизм рассмотреть. Но когда он услышал, у него есть целое сочинение, «Свобода духа», по-моему, где он пишет о том, что такое вот эта реинкарнация, то есть вечное перевоплощение человека на этой земле, он так и пишет, «дурная бесконечность». Очень хорошее выражение. Действительно, такая дурная бесконечность, когда человек не может до конца сказать о том, кем он будет в следующей жизни, тот, кто верил в эту дурную бесконечность, по Бердяеву. И действительно, свидетель Анзатаус так и поражается, почему, говорит, люди не идут ко Христу, который обещает благо, вечный благо, где не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а жизнь бесконечная, а идут тот, которому обещают гиену, и повинуется ему все. И дальше свидетель Анзатаус продолжает, «Он властвует в этом веке, у него слуг больше, нежели у Бога, и ему, за исключением немногих, охотнее повинуется, чем Богу». И все это происходит, как заключает. Что значит златоуст? Лучше не скажешь. Все это происходит от нашей беспечности. Вот. Это цитата. То есть беспечность. Беспечность человеческой жизни. Человек даже и не задумывается иногда. А что? И как? Да. Как-нибудь. Как навозный жук. Взял, скатал этот комочек, там заработал, в норку закатил одним местом, да, и сидит там радуется. В норку с норки, в норку с норки. По воле князя. Вот еще далее продолжает толкование. По воле князя он говорит, что означают эти слова, Ститлина Златоуста опять же задается вопросом, господствующего в воздухе духа. Это, говорит апостол, с тем, чтобы показать, что дьявол обитает в поднебесной, что духи воздушные, суть бестелесной силы, которая помогает ему в этих действиях, а что власть его дьявола есть власть временная, на греческом эархе, иониос, то есть, что она прекратится вместе с настоящим веком. Конец цитата. Всегда у меня вопрос. В кого верить? Тот, кто может продлить твою жизнь в вечности и бесконечности, или в того, чья жизнь, чья все закончишь здесь на земле, и всему есть окончание, и там, где нет Бога, это просто сущий кошмар. Полная пустота. Это та самая пустота. Я вот не помню, кто об этом. В экзоперии, по-моему, да. Он там говорил, что что такое ад? Вот это оттуда эти слова, я думаю, откуда. Это сущая пустота. И действительно, это та самая пустота, когда иногда нам бывает, особенно людям без Бога, или мы вспомним свои эти состояния, когда действительно какая-то холодящая душу, вот это вот, он не холод, он его и объяснить невозможно. Вот что такое ад, если хотите. Между которыми и мы, пишет апостол Павел, все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богат и милостью. Видите, он говорит, когда мы были. Мы были такими. Напоминает, кем мы были, и куда нас Господь призвал. Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Почему Бог нас призвал в чудный свой свет? Только по одной причине, что он есть любовь, которая призывает подражать и нас с вами. А о любви апостол Павел помним в другом месте. Послание Коринфян 13 главе. Известный гимн любви. Да его терпит, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истины, все покрывается, уверенность надеется. И в нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Мертвых по преступлениям. Опять он возвращается к этой теме, с чего начал в первом стихе. Мертвых по преступлениям. Видите, снова употребляет это выражение. То есть мертвых, мертвость в нас с вами, она возникает в результате преступления заповеди Божией. Но Бог воскресил нас, мертвых, и воскресил в нем благодатью. И вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и поставил на небеса во Христе Иисусе. Видите, эта мысль теперь подчеркивается. Помните, мы о ней говорили в первой главе, где было сказано в 20 стихе, которого он, то есть Христа, возделывал Христе, воздействовал Христе, воскресив его из мертвых и посадил одеснуя себя на небесах. А теперь апостол Павел подчеркивает эту мысль, говорит, он и нас в этом человеческом естестве посадил на небесах. То есть мы, человеческая природа, введена куда? Вы святая святых. Вторую апостасию Святой Троицы. Видите, как пишет. «Дабы взять, вот, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Он здесь как бы апостол Павел, и, ну как посадил, мы же, мы говорим, а мы же еще пока не там. Но он как бы опережает события, апостол Павел, и дает такую эсхатологическую надежду, что если вы будете верны, если вы не будете преступниками заповеди Божьей, то смерть не войдет в вас. И вы будете сидеть одесную Бога Отца. И будете подобны, будем подобны ангелам, будем подобны Христу, но по благодати. Не по сущности подобны Христу, а по благодати. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сияние от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Очень многие люди берут этот стих, очень много спекуляций в толковании этого стиха, особенно у людей, которые не обращаются к отцам церкви и учителям церкви. Они нарушают 19-е правило Трульского собора, которое гласит, что невозможно исследовать Священное Писание, недопустимо исследовать Священное Писание, истолковывать его, кроме того, как его истолковали отцы и учителя церкви. Поэтому, выдирая его из контекста, многие говорят, вот, дела никакие не нужны, ну, Мартин Лютер был такой, он соло-скриптура прогласил, только Библия и оправдание только по вере, только верою. Но его там можно было, может быть, и понять, потому что ремоктолицизм там настолько уклонился в другую крайность оправдания по делам, со своей индульгенцией, по сути, там, пелгианцам, когда можно было грехи там выкупить за определенные суммы. Не верите? Ну, это все реально, оно и до сих пор это есть. Но если хотите, советую книгу «Преображение души» священномученика Илариона Троицкого. У него там очень хорошо описывается, сначала он пишет о вреде прогресса, который подменяет своим мировоззрением веру в Бога, и говорит о всесиле науки, да. А вторую часть, в которую он переходит, он начинает описывать, откуда происходит секрализация человеческого, в человеке религиозного сознания. Он начинает с ремоктолицизма, дальше протестантизма, и показывает, как желание угодить секулярному миру и подстроиться под дух этого мышления и светских каких-либо секулярных, таких безбожных мировоззрений губит не только человека в целом, но и его веру, и, в общем, такой человек терпит кораблекрушение в вере. Почитайте. «Ибо мы, его творение, создан во Христе Иисусе на добрые дела». Видите, как важно дочитывать до конца. Давайте еще раз. «И благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И все останавливается, говорит, вот, не от дел, дела не нужны, только вера во Христа и все. Но, 10 стих говорит дальше. «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Видите, как важно читать до конца. Да, это называется контекстом. «Которые Бог предназначил нам исполнять». А что такое добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Семен Новобогослов пишет так. «Добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро». То есть, всякое понятие о добре, которое не сопряжено со заповедью Божией, оно добром не считается. Почему? А потому что, как говорят у каждого, своя правда. Да, секулярный мир, мир толерантности и прочего там, попорчивого либерализма, он говорит, а что такое истина? И не думать, что это такое что-то новое, что мы настолько там уже далеко ушли, что мы не знаем, что такое истина. Этот вопрос создавал еще понтипилат. Что такое истина? Перед ним стояла истина, а он задает вопрос, что такое истина? Поэтому секулярный мир, либеральный мир, он, скажем так, потерял берега. Слышали такое выражение? То есть, не знает, где правда, где ложь. Эта философия, она еще называется, она сегодня проникнут в мир, так называемый НРД, новых религиозных движений, нью-эч. То есть, такая философия релятивизма, когда говорят, что критериев нет, живи как хошь. Поэтому здесь апостол Павел предупреждает, что никакие-либо добрые дела, но мы творение его, то есть напоминает, что человек — это образоподобие Божие, и главное его дело — это стремление любить Бога и своего ближнего, потому что мы творение его, мы к этому предназначены, не случайно это напоминает. Не случайно произошли. Если, конечно, мы случайно произошли от обезьяны, то какая причина нам любить ближнего своего? Никакой. Тогда этот признак, тогда этот признак, что выживает сильнейший, ну это просто, в общем-то, я бы сказал, его надо запретить, эту идеологию. Да. И даже, я бы сказал, в нашей школе, почему? Так она просто, наоборот, насилует человека и подталкивает его к чему? К экстремизму. Почему? Да потому что, если заповедь звучит «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», то заповедь, где выживает сильнейший, будет звучать так. «Раздави ближнего, иначе ближний раздавит тебя». Экстремизм, да. А что это у нас в школах проповедуется, когда отдаются теории революции, где выживает сильнейший? Давайте подумаем. Да. Поэтому так и говорит, ибо мы его творения, а не случайно происшедшие, потому что у эфесян тоже было намешано в головах разной теории Платона и Фалеса и прочее происхождение этого мира. И Аристотеля. И мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот для чего. Которые Бог предназначил нам исполнять. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, чтобы вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждо заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Здесь видим, что в самом начале я сказал, что апостол Павел обращается к двум народам, которые были, скажем, национальностям, которые были в Ефесе. Это язычники, они могли быть разных национальностей, и иудеи, которые, евреи, которые исповедовали иудаизм. И вот он говорит об этом, что «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, то есть пренебрежение было к вам со стороны иудеев, обрезаны плотским обрезанием, то есть те, которые, видите, он сначала их укоряет, а потом говорит, те, которые были обрезаны плотским обрезанием, видите, говорится, не духом, не сердцем обрезанным, а плотским обрезанием. Он и этим, как бы немножко так, настораживает их внимание, скажем, поддает чуть-чуть, и тех, чтобы они чуть-чуть повнимательнее были. Я представляю, когда читали послание в Ефесе, пишется, что «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными». Наверное, иудеи сразу залыбались, а они обрезанные, да, вот эти вот они были. Потом он поступает, обрезанные, называемые обрезанные, плотским обрезанным, совершаем руками. То есть, он им говорит, что вы только обрезаны по плоти, но не по духу. Чтобы вы были в то время без Христа. Он говорит, и вы, и вы были без Христа. Не кичитесь друг над другом, потому что известно, что иудеи иногда, они возвышались над язычниками, говорили, вот мы народ израильский, мы дети Авраама и прочие вещи. Поэтому так апостол Павел уравновешивает ситуацию, чтобы между ними не было, зная их дух, помните, каким духом был пропитан Ефес, духом соперничества, которые часто встречались вот в этих всех там конных и других там танцевальных, спортивных соревнованиях. Он знал этот дух соперничества. И чтобы этот дух соперничества не проник в церковную общину, в церковь Божия, он предупреждал, что не кичитесь друг над другом, не возноситесь друг над другом. Очень для нас тоже, да, хорошая подсказка, чем не стоит увлекаться. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки, чем крови Христовой. Он говорит, что и вас, и вас, иудеи обрезанные, и вы, язычники необрезанные, которые раньше упрекали необрезанных и призвали их в празелитство, да, там, в иудаизм. Помните о том, что вы объединены кровью во Христе, бывшей некогда далеко. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Кто такие далекие и близкие? Ну, может быть, святитель Иоанн Златоуст пишет так, что далекие — это язычники, а те, которые были, в общем, рядом, да, но еще не со Христом, это иудеи, потому что они все-таки знали пророчество. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Что это застоявшее было посреди преграда? Это грех, потому что грех разделяет людей. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедем учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Это 15 стих, и мы с вами обратимся к толкованию, чтобы чуть поподробнее его рассмотреть. Толкование, да. Ну вот, например, Максим Исповедник преподобный пишет, «Бог есть везде, и везде всецело, поэтому кто может удалиться от того, в котором содержится все? Однако говорится, что он далек от нечестивых, притч 15-29, тот, от которого удалены нечестивые, близок к святым». Наконец, хотя он был далек от Ефесян, но кровь Иисуса Христа сделалась им близким. И вот далее, да, интересное истолкование. «Упразднив вражду плотью», пишет преподобный Максим Исповедник, «вражду во плоти, враждой апостол, цитата, «назвал грех, ибо грех сделал нас врагами Бога». А убразднив закон заповеди учением, закон заповеди не убей, и так далее. Кто естественно устремился к деланию заповеди и понимает смысл заповеди, тот знает, что подобает, воздерживаться не только от телесного убийства, но и от всякой страсти, которая вредит человеческой природе». И перечисляет, какие страсти? Зависть, клевета и вообще все страсти. Это для нашей природы губительно. «Упразднил, явившись Господь упразднил, это сказано вместо, положил конец, закон учения». Вот так. То есть грех, он всегда разделяет человеческое общество, поэтому сколько бы не было этих попыток всяких единений и объединений, политических, социальных и прочих. Если там не царит заповедь Божия, заповедь любви к Богу и ближнему, то все эти объединения обречены на крушение. Откуда мы это знаем? Вспомним книгу «Бытие», 11 глава. Помните, какая была огромная Вавилонская башня? Рядом с ней были тоже такие вавилонята. Они тоже были башенки, все это в подражании этому. Это такое, можно сравнить, с большим торговым всемирным каким-нибудь бизнес-центром или прочее. И что? Казалось бы, монолит, единство, все, они стремились быть едины, но без Бога. И что произошло? Крушение. Не надо далеко ходить. Вспомним 70-летней советской власти. Тоже единение, объединение, все хорошо. Казалось бы, ну все точно, это такая машина, система никогда не рухнет, все отлажено, налажено. 70 лет просто существовало. Почему? Без Бога. Потому что без Бога. Без Бога не до порога. Рухнуло, рухнуло. И ничего невозможно объединить и соединить, если попытки можно делать, пожалуйста, можно биться головой об стену, свободу воли человека и человеков, сколько угодно. Но то, что единение, не будет, это точно. Напомню урок истории, если хотите. Византии, 1185 лет. Что ее разрушило только тогда, когда там начались вопросы националистические, там, можно ли приходить к власти человеку по этой нации, там, мы, ромы, мы эти, когда начали спорить вопрос национальности, когда забыли о своих, о чем они забыли? Они забыли о своих границах. А если границы, если, есть такое понятие, как дотационные районы, пограничные районы, если им дотации не давать, то, в общем-то, граница будет возле вашей столицы. Это закон. Его избежать нельзя. Поэтому так. А почему такое происходит? А потому что нет хорошего, здравого управления. А почему его нет? Потому что без царя в голове. Всякое единение без Христа и во Христе оно пагубно как для проекции на эту жизнь, там тем более для жизни вечной она вообще невозможна. Поэтому так и пишет апостол. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедью учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир. И в одном деле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть Христос, вот святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, цитата, «В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убить вражду, что это значит?» И вот святители, преподобный Иоанн пишет, Кронштадтский, цитата, «Господь убил вражду Бога к человекам на кресте». кратко, как кратко и понятно. Бог убил вражду Бога к человекам на кресте. Какая отрадная истина для христиан. Во Христе мы эту вражду с Богом преодолеваем. По-другому преодолеть невозможно. Снова повторю. Вопрос стереологии спасения. Скажите мне, что можно спастись вне Христа. «Отец спасутся, отец спасутся». Не знаем, но знаем одно. Без Христа спастись невозможно во Христе. Никто нас не сможет поднять на высоту Царствия Божия только Христос, который это и сделал и сел одесную Бога Отца. «И придя, благоствовал мир дальним и близким». Я уже сказал, что такие дальние и близкие, потому что через него и те, и другие имеют доступ, вот эти слова, помните? Доступ к Отцу в одном духе. То есть доступ к Богу Отцу, слышите, когда говорят, ну это тоже монотеистические религии, значит они спасутся, они верят в единого Бога, в одного Бога. Мы имеем доступ к Богу Отцу только через Христа. Снова вопрос о спасении. Можно спастись вне Христа? Нет. Об этом говорит апостол Павел. Нельзя, потому что мы имеем доступ к Богу Отцу только через Христа. Нравится нам это может или нет, но это факт. По-другому никак. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божиим Духом». Так заканчивает свое послание. Заметьте, основания, быв утверждены на основании апостолов и пророков. Мы с вами исповедуем веру во единственную соборную апостольскую церковь. Основание апостолов и пророков. Неразделим Ветхий и Новый Завет. Пророки говорили о пришествии, первом пришествии Христа, апостолы говорят о втором пришествии Христа. Пророки предостерегали от грехов и обличали народ, апостолы делают то же самое. Поэтому церковь утверждается на прочном фундаменте оснований, которые есть, а апостолы были движимы и пророки Духом Святым. На основании фундаменте, который есть Дух Святой, живущий в церкви. Из Непи Десятницы. У псалмопевца Давида, это 10-й Псалом, 3-й стих, есть такие слова. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Какие удивительные слова? Я советую чуть-чуть над ними подумать. Если разрушено основание, то есть вера в Иисуса Христа, вера не просто как какое-то там верю и все, а вера делами достигнет совершенства, как и апостол Павел здесь призывает в 10-м стихе, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если нет веры во Христа, то это разрушенное основание, и поэтому никакая мораль. Вот нам сегодня предлагают, я бываю в разных поездках, вот сейчас и еще опять, и на север, и в Сибири, и в разные регионы, когда не было пандемии особенно, но нам предлагают в школу, а поговорите с детьми, ну чтобы они матом не ругались, а поговорите, вот они нас курят, чтобы не курили, а чтобы это, то есть из нас хотят сделать какой-то такой морально-агитационный прокторат, что ли, или партию, да нет, нужно говорить о причине, почему они так делают, сквернословят, там, блудят, или что-нибудь там, сделают в старших классах, там, пьют, курят, или студенты, там, да, о причинах, а причина разрушена основания, а что значит разрушена основания, разрушена исповедание веры, здесь необходимо покаяние, для того, чтобы было отречение от всей этой мертвости, которую называет апостол Павел причиной всякого греха, то есть преступления закона, преступления духовного закона, преступления заповеди Божьего, поэтому всегда призываю держаться крепко основания исповедания веры, и всегда вникать, как пишет апостол Павел, себя и в учения, этим себя спасем и слушающих нас. субтитры субтитры Продолжение следует...